И вчера мы про аналитику говорили Мне говорят, а вот ты Про аналитику не стал говорить Вот 10 рисков 21 года Назвали Евразии групп Консалтинговая компания Опубликовала 10 рисков Вы знаете, я как бы не увидел В этом Что-то умное Особенно На первую строчку поставили Трудности после Прихода Байдена Ожидается раскол А виноамериканцев будут считать его нелегитимным Вообще Настолько пустой страх Ничего подобного не будет И останутся сторонниками Трампа А ничьи сторонниками не остались Они будут считать Байдена президент Как Америка устроена И вот из этой проблемы вытекает Рост напряженности и взаимоотношения Между Вашингтоном и Пекин Рост напряженности Вытекает абсолютно из другого Из-за того, что Пекин становится реальным конкурентом США ВВП Китая совершенно непонятно какой И если в свое время Помните, когда вдруг Специалисты заявили Что ВВП Китая 17,1 триллиона А ВВП США 17,9 17,7 Ну почти рядом Да, почти все А китайцы начали кричать Да нет, да у нас 11 У нас вообще 9 У нас вообще мало И так далее Почему они стали кричать? Потому что, естественно Китай на поры до времени Выгодно Скрывать истинные масштабы Своей экономики Она простирается далеко за территорию Китая Экономика Китая это Африка Экономика Китая это Россия Экономика Китая это США Великобритания Китай скупает акции Китай скупает производство Китай мобилизует целые отрасли Такие, как в России Вот эту деревянную отрасль Так я их назову Потому что она действительно Деревянная Так что Это совершенно очевидно Что не того боятся Следующим риском называют Борьбу с изменением климата Который может усилить Международную конкуренцию В экономике И так далее Да Все же это искусство Это абсолютно искусство Может усилить А может и не усилить В текущем году Высока вероятность Глобального конфликта В цифровом пространстве Это да Это вот я с ними могу Согласиться Более того Возможны катастрофы В цифровом пространстве Очень серьезные Которые отразятся На объективной реальности Экономики Ближнего Востока Экономики Да Ожидает спад Из-за низких цен на нефть Страны Латинской Америки Ждет политический и социальный кризис А стабильность В одной из самых устойчивых стран Европы и Германии Окажется под укрозой Из-за остановки Бессменного Отставки бессменного Канцера Ангела Меркель Ангела Меркель Дает Германии стабильность Какая чушь Бред вообще Германия стабильна Из-за своей экономики Из-за своего народа Из-за того Законодательного поля Которое есть Из-за своей доминирующей роли В Евросоюзе Я могу еще десяток Назвать вещей Которые Гораздо Главнее Ангела Меркель Поэтому Ничего не будет Если будет отставка Ангела Меркель То никаких Проблем Германии Не будет Из-за этого А будет Совсем по другой причине По причине Того Что Сейчас происходит Экономический Спад В Европе По причине Того Что Германия На себя берет Основные риски И прочее И не главная проблема Это Германия Для всего мира Это не главная проблема Вот Возможно Кроме того Возможно Проблема С экономикой Турции Способна Привести К политическим Последствиям И все Это Они только Это Сочетали Есть вещи Которые Гораздо страшнее Например Удар Израиля По Ирану Израиль ударит По Ирану Да непременно Когда будет Видеть Что Иран готов К тому Чтобы Произвести Ядерное оружие В большом количестве То По Как раз Производству По Площадям Где производится Будет ядерное оружие Будет нанесено Удар Я в этом даже Не сомневаюсь И как бы еще В этом и США Не принимали участие Вместе Да Что ждет Китай Возможно Смена лидер Да Раз он так тяжело Болит Если Лидер меняется Мы не знаем То есть Это вот Как мяч Который Брошен В водопад Помните Как Книга Пятиколесная Вот Как Мозг Бойца Как мозг Фехтовальщика Как мяч В водопаде Мы не знаем Что будет делать Китай Когда придет Новый лидер Если В Германии Все понятно Уйдет Ангела Меркель Придет Кто-то Другой Ничего Ни хера Не изменится То в Китае Все заточено Под одного Человека И Другой вопрос Уйдет ли А если Сынцинпина Вылечит И представляете Как говорят Специалисты При аневризме Если там Получат лечение Достаточно Лечения То Все равно Будут очень тяжелые Последствия Которые Отражаются В том числе И на характере Кроме всего Проще Человек будет знать Что ему осталось Очень мало Жить И будет Желать А я вполне Допускаю Что он такой Как Мальцев Такой же Тщеславный И захочет Он Увековечить Свое имя Да А как он может Увековечить Свое имя Ну во первых Тайвань Безусловно Во вторых Все эти Оккупированные Так называемые Временно оккупированные Территории России И так далее То есть можно Там Еще пальчики Загибать Но это главное Условие При которых Сынцинпин Становится Мао Цзэдуна Подобным Понимаете Так что Китай Это очень серьезная Проблема Для всех Сегодня на земле Это очень серьезная Проблема Высокотехнологический И ядерный Терроризм Когда сейчас Можно Создать Атомную бомбу Имея материал А материал Такой Путинцы продали Через Молдавию Огромное количество Такого материала Я не знаю куда Кириенко Наверное Этим занимался Потому что Он Стоял За всеми Этими делами И Я так понимаю Что Молдавский Это Дадон Тоже Нормальный На этом Заработал Поэтому Куда Весь этот Материал Делать Я не знаю Где он Может рвануть Тоже не знаю В качестве Какой бомбы Просто Грязной Бомбы Когда Все Апылят Радиации Или Реальное Ядерное Оружие Сработает Большая опасность Гражданской войны В России Я хочу Чтобы она Случилась Я хочу Чтобы в России Была революция И это Отразится На всем Остальном Мире Очень серьезно Большая Опасность Гражданской Войны В Беларуси Я также Хочу Чтобы она Случилась Чтобы снесли Лукашенко И установили Там нормальную Власть Восстание Ваты В Казахстане При поддержке Путина Возможно И очень серьезно И это будет Даже не ДНР С ЛНР Будет гораздо хуже Напряжение В Каравахе Не пройдет Турция Будет воевать С курдами Очень серьезно Что будет В Венесуэле Я не знаю Я не знаю Это вопросительный знак Ну и естественно При том Так сказать Техническом Состоянии Большинства Стран Плохом Техническом Состоянии Нас ждут Постоянные Аварии В Новом Году Ну я уже Сказал про Крупные Информационные Аварии Бои И так Далее Кроме Всего прочего В ядерной Энергетике В атомной Энергетике Будут Проблем Перед Новым Годом Мы видели Как отключались Атомные станции Везде Даже в Финляндии Я же не говорю Про старую Курскую Смоленскую Или Ленинградскую АЭС Ново-Воронежская Новый реактор Который Вот этот 2000 Как он там РБ-2000 Называется Отключил Почему Такой Тоже новый Достаточно Реактор В Финляндии Отключил Почему Все Вырубается Очень важный Вопрос Никто Пока На него Не ответил То есть В другие Годы Такого Количества Отключений Аварийных Не было Значит Есть причины Ну Может быть Солнечная Активность Может быть Что-то еще Вообще Давно Мы ожидаем Удара Оттуда И Того Что Огромное Количество На земле Трансформаторов Будет уничтожено Одна из Очень важных Страшных Проблем О которых Не говорят Если Трансформаторы Будут Уничтожены В результате Солнечной Какой-то Сверхвысокой Солнечной Может быть Не сверхвысокой Такой необычной Солнечной Активности То Чтобы Восстановить Потребуются Годы Потому что Трансформаторы Которым 60 тонн Масла Трансформаторов За день Не сделаешь Причем Когда Все Когда Электричества Нет Трансформаторы Солнечной Солнечной Масла Трансформаторы Продолжение следует...